Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, в студии Владимир Сметанин. В Кирове пройдут публичные слушания по бюджету. На обсуждение представят главный финансовый документ области на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов. Публичные слушания состоятся 10 ноября в 10 часов утра в здании правительства региона. Предложения и замечания по законопроекту можно направлять до 7 ноября в Министерство финансов. Отметим, традиционно бюджет Кировской области будет социально ориентированным. На эту сферу направят чуть более 52 миллиардов рублей. Это 62% от всех расходов. Экономика. Кировская область вошла в число регионов, в которых снизились цены на жилье. Согласно данным Росстата, в конце третьего квартала в нашем регионе квартиры на первичном рынке подешевели на 0,6%. При этом в начале года цены на первичном и вторичном рынках выросли во всех регионах страны. Снижение началось во втором квартале. Теперь эта тенденция усилилась. В докладе отмечается, что в ряде регионов снижение цен обусловлено падением спроса, на которое в свою очередь повлияла мобилизация. В эфире экономика. 56% кировчан хотели бы занять руководящую должность. При этом более 80% опрошенных считают, что руководитель при принятии решений должен советоваться с подчиненными. Чаще всего такого мнения придерживаются IT-специалисты и маркетологи. А вот медики и юристы такой ответ давали заметно реже. Исследования на эту тему провели эксперты компании Headhunter. Они отмечают, что жители нашего региона оказались невысокого мнения о своих руководителях. Из пяти возможных баллов они набрали 3,6. Это средний показатель по стране. Что до идеального руководителя, то он должен разбираться в профессии, спокойно воспринимать критику и быть справедлив. Так отвечали большинство кировчан. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин.